Молодежный форум открывает свои двери уже в седьмой раз. Здесь собралась самая активная и инициативная молодежь со всего Пермского края. Где еще как не здесь? Встречаться, обучаться, делиться знаниями в области образования и карьеры, креатива и творчества. Восемь образовательных секций, лекции, семинары и панельные дискуссии в роли спикеров выступили эксперты федерального и регионального уровней. Площадка завода Шпагина стала местом встречи единомышленников. Мы здесь собрались с советом молодых педагогов Пермского края, то есть из разных городов, общаемся, передаем опыт друг другу. Молодежный форум «Пермский период» – это уникальная площадка, на которой можно пообщаться с экспертами и получить новые знания. Кроме того, здесь же можно познакомиться с 15 молодежными сообществами края и присоединиться к их деятельности. Среди них и российские студенческие отряды, и волонтеры-медики, и молодые педагоги, и даже ресурсные центры по подготовке волонтеров в сфере ЧУЭС, который создан в рамках нацпроекта образования. На форум приехали представители березняковской команды. Та информация, которую они здесь получили, безусловно, бесценна. Когда здесь ребята из Соликамска, ребята из Березняков, ребята с севера, с юга, из центра нашего региона знакомятся, дружат. Кто-то уже вот сейчас слышал, записываются друг к другу на экскурсии, а ты ко мне в Пермь, а я к тебе в Березняки. Это позволяет нам создать единую молодежную команду, которая будет работать только на будущее нашего региона, на позитивное будущее нашего региона. На площадке форума не только делились опытом, но и вели дискуссии. Одна из сессий называлась «Ловушки на удаленке». В числе спикеров – представители правоохранительных органов. Актуальная тема – как не попасться на удочку мошенников, общаясь в интернете и работая удаленно. Простота хуже воровства. Не надо доверяться на все заманчивые предложения, все скидки, дисконты. И доверяйте тем компаниям, кого вы знаете, кто у вас уже проверен. Проверяйте доверенным финансовым организациям в том числе. Ну и берегите свои персональные данные. Данные карты, CVC-код, пин-код. Безусловно, цифровизация и интернет сегодня неотъемлемая часть жизни. Поэтому одна из образовательных сессий была отдана по цифровую журналистику. Что ждет тех, кто хочет стать журналистом? И нужно ли оканчивать для этого журфак? Ответы на эти вопросы дал Владимир Зыков, самый цитируемый автор федеральной газеты «Известия» 2016 года. Я попытался объяснить, как строятся новости для федеральных медиа. Я попытался объяснить журналистам и пиарщикам, что такое новость, как она строится, какие новости интересны, какие нет. Что нужно не забывать о социальной значимости и объяснять, что с этого обычно будет. О том, как раскрутить свой проект и стать популярным в ТикТоке, рассказал блогер Ренат Янбеков. ТикТокер поделился впечатлениями. Здесь молодежь с горящими глазами. Парни и девушки, они внимательно слушают, у них движуха, бегают, узнают что-то. Я думаю, что форум очень полезен для них. И такие форумы надо чаще-чаще проводить. Отметим, что проведение молодежного форума офлайн стало возможным после решения, принятого 20 августа на оперштабе под руководством Дмитрия Махонина. Глава региона отметил, что форум стал площадкой для аккумуляции идей, активных ребят края, а его проведение доброй традицией. Форум стал центром притяжения молодых людей всего края. Он открывает возможности для самореализации, становится встречей единомышленников, позволяет молодежи получить уникальную информацию из первых рук. Сейчас важно услышать потребности молодежи, а также создать все условия для ее развития. На форуме также был дан старт ежегодному конкурсу «Молодежный резерв Прикамья-2020». Он проводится в крае третий раз и помогает выявить, поддержать и помочь развиться молодым перспективным специалистам из разных отраслей, которые обладают высокими профессиональными и личностными качествами в соответствии с потребностями Пермского края. Конкурс проходит в два этапа – очный и заочный. Главным условием при подаче заявок является возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Оставить заявку можно на сайте резервприкамья.рф Мы видим, как ребята из территории действительно стремятся приехать сюда, рассказать, поделиться своими успешными практиками, со своими средствами. Эта площадка – возможность для реализации собственного потенциала, для таких молодых, целеустремленных ребят. С каждым годом форум «Пермский период» будет только ярче, уверяют организаторы. Зимняя сессия традиционно будет направлена на подготовку участия молодежи во Всероссийской форумной кампании и грантовой кампании «Росмолодежи». Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.